Наша телекомпания продолжает акцию памяти, посвященную трагедии с Ярославским локомотивом. Почти два месяца в каждом выпуске мы рассказывали о тех, кто погиб под Туношной. Сегодняшний сюжет не о хоккеистах, а об экипаже разбившегося Як-42. Командиром воздушного судна Як-42Д с регистрационным номером 42434 был 44-летний Андрей Соломенцев, опытный летчик, налетавший почти 7 тысяч часов. У второго пилота стаж был еще больше, на счету Игоря Живелова было около 13 тысяч часов налета. 25 лет он был командиром экипажа, но летал не на Як-42, а на его предшественники Як-40. Этих двух пилотов связывали не только рабочие отношения, они были настоящими друзьями и на земле. Именно поэтому, когда возникла вакансия второго пилота в экипаже, Соломенцев пригласил именно Живелова. Он должен был стать командиром Як-42, так как Соломенцев собирался перейти на Боинг. К тому времени он уже прошел переподготовку, и рейс с локомотивом для него должен был стать одним из последних на Яке. Экипаж самолета действительно был очень сплоченным, если не сказать родным. Бортпроводница Надежда Максумова и Андрей Соломенцев встречались и собирались пожениться. После рейса в Минск Надежда планировала вообще уйти из авиации. Вторая бортпроводница Елена Сарматова лето перед полетом провела в свадебном путешествии. Стать стюардессой мечтала с детства, ради этого даже пожертвовала учебой в Институте искусств. После свадьбы Елена не собиралась долго летать, планировала уйти в декретный отпуск. Бортмеханик Сергей Журавлев был общительным и жизнерадостным, почти всегда улыбался. Мечтал стать пилотом. Для этого переехал из Баку в Москву. Так и оказался на Як-42. В октябре Сергей планировал сыграть свадьбу. На борту также находилась третья бортпроводница Елена Шавина. Ей было 27 лет. Погиб и 49-летний бортинженер Владимир Матюшкин. Его тело из воды вытащил единственный выживший в катастрофе друг и коллега Александр Сизов. Он занимался обслуживанием лайнера на земле и находился в салоне со всеми пассажирами в последнем ряду справа. Переломы и ожоги у Сизова уже прошли. Помогли многочисленные операции, которые он перенес за этот год. С прессой Александр не общается. Единственное интервью он дал Первому каналу. Где-то через какое-то время просто пассажиры стали волноваться, почему не взлетаем. Ну и буквально немного времени прошло, я понял, что мы по грунту уже... Трясло, как ты думал, да? Вы взлетели. Из грунта взлетели. Я понял, что завалимся, понял, что все. Сейчас мы разобьемся. А, люди не пытались так, там времени не было у нас. Ну, куда же ты встанешь, когда уже падаем, и земля рядом. А очнулся в воде. У меня чем-то сильно ударило. Рядом со мной был мой напарник, друг. То есть я пытался его спасти. Спасла меня, наверное, чудо какое-то. Ну, может быть, и то, что не пристегнут, меня выкинуло. Профессию я, наверное, не буду менять. Потому что многочин отдал ей. Ну, возможно, летать только не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова